И сегодняшние чудовищные, просто страшные, трагичные дни, когда идет война и... И... сейчас, извините... и... сейчас, простите... И на Украине происходит это... Да и, в общем-то, и в России тоже происходит трагедия. И понятно, что все силы, и все наши мысли, и все наши чаяния, все наши надежды связаны с тем, чтобы поскорее закончилась эта война и Украина восстановилась. Добрый день, друзья и недруги! Здесь Чулпан Хаматова, по-моему, наступила на минное поле. Прослушайте еще раз, если пропустили. Она сказала, на Украине! На Украине! Это серьезно! Это очень серьезно! Я помню, что лет десять назад я беседовал в студии проекта Правда 24 с видным украинским рок-музыкантом. Олег Скрипка есть такой. Тот, который потом выступал за то, чтобы создавались гетто для тех граждан Украины, которые не хотят осваивать украинскую мову. И вот там во время этой беседы, еще раз повторю, это было там до крымских событий, до вот этого всего обострения, поэтому мы там говорили про шоу-бизнес, ели сало, прям студия в прямом эфире. Ну так песня совсем не о том. В одной из фраз мой собеседник сказал в Украине. В Украине. Ну как положено, собственно, поскольку по-русски говорили, в русском языке это норма. Он говорит на Украине, на Кубане, на Урале, на Кубе. При этом в Сибири, в Англии, хотя Англия тоже остров, как и Кубан. Ну неважно, это вот эта традиция, это пока действующая норма русского языка. Опять же, песня совсем не о том. Вот Олег Скрипка сказал в Украине. И Шарий, ну известный блогер, вы знаете, тот самый, который сейчас бодрается с Кристиной Попотопчиком. Он просто в одном из выпусков очень отоптался по этому поводу. Обратил внимание на то, что Олег Скрипка сказал в Украине, и какие из этого следует делать выводы. Поэтому, еще раз, Чулпан Хаватова, по-моему, наступила на тонкий лед. На минное поле наступила Чулпан Хаватова.